В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнуржакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Случайно беременна? Что делать несовершеннолетним мамам и куда обратиться за помощью? Что не поделили школьники из поселка Актау? В результате поножовщины между учениками девятиклассник оказался в реанимации. Караганда отмечает свой 81 день рождения. Игра в дочки матери затянулась. Вместо кукол настоящие дети, которых нужно кормить, растить и содержать. Забеременев случайно и став мамами, несовершеннолетние девочки лишаются детства. А вот жить по-взрослому пока не научились. Ежегодно около пяти тысяч казахстанок моложе 18 лет оказываются одни с крохами на руках, преданные и отвергнутые не только своими возлюбленными, но и самыми близкими людьми, родителями. О малолетних матерях в Караганде вы узнаете из сюжета Асиль Сазанбаевой. По данным статистики, в мире около 15 миллионов девочек ежегодно становятся мамами. Говоря о Казахстане, нужно отметить, что на 1 июля 2015 года зарегистрировано 2420 несовершеннолетних беременных в возрасте от 15 до 18 лет. На сегодняшний день основной проблемой ранней беременности является отсутствие полового воспитания у подростков. 70% беременности у несовершеннолетних девочек заканчивается абортом. И вот если есть социальная вот эта проблема, нет работы, нет образования, нет карьеры, вообще ничего, нет денег. Ну тут много причин, и мы когда с ними все это обсуждаем, разговариваем, девочкам даем самим решить этот вопрос. Хотят они оставить, если они хотят оставить, соответственно мы их берем на учет по беременности. Есть курсы подготовки матерей, есть психолог, который с ними полностью занимается, то есть работа полностью тогда ведется с этими девочками. Но если кто все-таки решит выбрать учебу, карьеру, то тогда прерываем беременность. К сожалению, во многих случаях именно родительский гнев становится причиной, по которой юные матери отказываются от новорожденных. Несмотря на то, что такие мамы лишены определенных радостей жизни, они остро нуждаются в социальной, материальной и психологической поддержке. Здесь медицинский уход, здесь психологическая помощь. Мы здесь стараемся девочек помирить с их родителями. Родители к нам приезжают, приезжают, приходят, договариваются. На данный момент действует специальная программа «Дорожная карта», направленная на предупреждение о ранней беременности. В Караганде открыты 43 кабинета по планированию семьи. Работают 10 молодежных центров. Существует немало случаев, когда беременность несовершеннолетней является следствием настоящей, хоть и неосторожной любви двух людей. Следует напомнить, что как ни крути, отец ребенка будет привлечен к уголовной ответственности за совращение малолетней. Асер Сазамбаева, Исламбекоспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Около 70 больных туберкулезом находятся в розыске. 28 из них приговорены к принудительному лечению. Затрудняют поиски отсутствия у данных граждан постоянного места жительства. Об этом и о необходимости купить дополнительную передвижную медицинскую аппаратуру доложил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев на совещании в областном Акимате. Заболеваемость туберкулезом снизилась на 21, а смертность на 32%. Такие показатели достигнуты благодаря ежегодному обследованию, которое проходят граждане. Большинство имеющихся фактов заражения фиксируется в местах лишения свободы. В областном тубдиспансере есть 7 передвижных флюорографов. Цена одного аппарата – 36 миллионов тенге. Они мобильно выявляют недуг на ранней стадии. В 2015 году с целью раннего выявления туберкулеза обследовано более 780 тысяч жителей Карагандинской области. План выполнения составил 99,5. За последние два года ежегодный охват населения флюоросмотрами увеличился более чем на 150 тысяч жителей ежегодно. Для улучшения качества медицинской помощи в области внедрена единая интернет-флюоротека. В ней хранятся все данные о пациентах и их назначения. Но зачастую больные не до конца проходят курс лечения, прерывают его самовольно. В 2015 году так поступили 95 человек, 28 из которых были принудительно возвращены в стационары. Аким области подчеркнул, к этой работе нужно подключать полицию. Также он отметил необходимость приобретения дополнительных передвижных флюорографов. Совместно с Управлением экономики и финансов продолжить работу по приобретению в лизинг медицинского оборудования, в том числе флюорографической техники. Понятно, да? Внести предложение по выделению дополнительных средств на поэтапное приведение объектов противотуберкулезной службы санитарным нормам. В 2015 году на социальную поддержку больных туберкулезом было затрачено более 20 миллионов тенге. В текущем году данная практика будет продолжена. Аймамрина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Шутливая фраза «где-где» в Караганде известна далеко за пределами Казахстана. История и становление любимого города, долга жителей и интересные факты. Обо всем этом в сюжете нашего корреспондента. Бухаржирау раньше был проспектом Советским, а до этого проспектом Сталина. Костенко всегда была Костенко. Ерубаева раньше была улицей Кирова, но в 1955 году от Кирова делили кусок и назвали его улицей Корчагина. А в 1967 году присоединили обратно. Караганда – самый большой город после Астаны и Алматы. Такие интересные факты знают не все. Немногие помнят становление Караганды. О годах своей молодости рассказал нам Али Тлемисов, член Совета ветеранов Казыбекбийского района. 50 лет назад Караганда была совсем другой. Юго-Востока вообще не было, была только Новая Тихоновка и Михаловка. Даже улицы по-другому назывались. Я почти ровесник города. Мне скоро будет 80 лет. Сейчас смотрю на наш город. Это город 21 века. Караганда – не только крупный индустриально-промышленный центр, но и молодой спортивный современный город. Шахтерская столица является родиной знаменитых людей. Первый космонавт Казахстана Тохтара Убакиров. Владимир Стеклов – популярный российский актер театра и кино. Александр Сухинин – известный как комендант Петрович из сериала «Универ». Популярный российский певец и композитор Кай Метов. А Серия Касапиева и Геннадия Головкина знает весь мир. О нашем городе можно говорить долго и много. О молодой Караганде рассказала директор Государственного областного архива Жанагуль Турсынова. «Каждый город, как и человек, имеет свою историю. У одних оно уходит в глубокую древность, а у других, наверное, только вчера эта история началась. Имеет свою биографию и Караганда – город, в котором мы родились, выросли, в чьих объятиях проходит вся наша жизнь». «Будем строить здесь красивые дома, будем их тебе дарить, Караганда». Лариса Хусейнова, Рустам Беков, Роман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный для тех, кто ценит качество. Казахстан – многонациональная страна, доказавшая всему миру, что главное условие успешного его движения вперед – единство и общественное согласие. Предстоящие выборы – серьезный экзамен на зрелость и твердую гражданскую позицию для каждого казахстанца. Пресс-секретарь областного филиала партии Нур-Отан Азамат Сулейменов принимает участие в решении многочисленных вопросов, с которыми ежедневно обращаются жители области. Азамат считает, что у нас есть план наций, теперь наша задача – выбрать тех, кто воплотит его в жизнь. Ну, во-первых, инициатива депутатов парламента о проведении неочередных выборов, конечно же, связана с непростой ситуацией, которая складывается в мире, в том числе и в нашей стране. Необходимо отметить, что благодаря мудрой политике главы государства, его решительности, Казахстан под его руководством принимает всегда очень своевременные оперативные меры по выходу из кризисных ситуаций. Конечно, сегодняшний кризис – это не первый кризис в нашей истории. Мы все помним азиатский кризис, кризис постсоветского периода. Мы из этих кризисов выходили всегда достойно, так сказать, в лучшем свете. Все благодаря тому, что, во-первых, очень важно то, что принимались своевременные меры. Принимать своевременные меры – это один из ключ успеха, и поэтому мы думаем, что именно сейчас необходимо провести эти внеочередные выборы, потому что у нас уже есть план нации, приняты необходимые законы, и нужно как можно быстрее их приниматься, реализовывать. В поселке Актау девятиклассник попал в реанимацию из-за поножовщины. Кровавая драка закончилась для ученика средней школы номер 29 Шембергена Сыдыка больничной койкой. Сейчас в жизни пострадавшего ничего не угрожает. Шемберген Сыдык был госпитализирован с ножевым ранением в центральную больницу города Тимиртау. Сейчас состояние пациента удовлетворительное. Его перевели в хирургическое отделение. В отделе образования города Металлургов пояснили, что конфликт между подростками произошел вне школы в выходной день. Все необходимые беседы и профилактические мероприятия со школьниками проведены. Расследованием причины правонарушения занялись полицейские. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 112, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится расследование. Снова пожар. Очередной многоэтажный жилой дом вспыхнул в Караганде. Причиной возгорания, по предварительной версии, стали книги и старая макулатора. Именно они загорелись в одной из квартир второго этажа 24-го дома по улице Ерубаева. Пожар начался поздно вечером 9 февраля. Пламя бушевало в квартире на втором этаже. Там работали пожарные. Дом был оцеплен. Жители эвакуированы. Никто не знает во сколько и откуда началось возгорание. На месте работали две единицы спецтехники, машины скорой помощи и алемгаза. По прибытию на место возгорания было установлено, что дым был в трехкомнатной квартире на втором этаже. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 16 человек личного состава ДЧС Карагандинской области. В результате пожара пострадавших нет. Причины и ущерб возгорания устанавливаются. В торговом доме Таир прошел круглый стол о состоянии пожарной безопасности торговых объектов Карагандинской области. В его работе приняли участие представители всех крупных торговых центров города. Такая профилактическая работа сотрудниками ДЧС области ведется регулярно. Гульза Цахова расскажет подробно. В 2015 году по Карагандинской области на предприятиях торговли произошло 75 пожаров. Это на 21% больше, чем за аналогичный период в 2014 году. Рост пожаров наблюдается и в январе месяце наступившего года. За один месяц в нашей области на предприятиях торговли зарегистрировано 4 пожара. Цель нашего круглого стола является, то есть мы хотим разобрать те крупные пожары, которые произошли. Потому что у себя мы уже разобрались в причинах, разобрались в том, что послужило данным пожаром, что предшествовало помимо именно технических причин, еще те организационные мероприятия, которые не были, например, выполнены до пожара, которые были рекомендованы органами государственного пожарного контроля, тем же самым арендаторам, собственникам бутиков торговых объектов. Мы хотим рассмотреть действия охранных подразделений, которые обеспечивают охрану торговых объектов, те моменты, которые влияют на ход развития пожара. По республике за прошлый год зафиксировано более 100 пожаров в местах массового скопления людей. Со слов сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, основная причина возникновения пожаров в торговых домах – несоблюдение пожарной безопасности. К примеру, в торговом доме «Абсолют» в преддверии Нового года произошло горение деревянных конструкций кровли на 1200 квадратных метрах. Издание сотрудниками гражданской защиты было спасено 73 человека и 257 эвакуировано. Так, в Сатпаеве, мебельном магазине, произошло горение мебели в торговом зале на площади 6 квадратных метров. В городе Караганде по улице Зональна, 75, торговый дом «Саркыт» произошло горение бутика «Штор». Площадь пожара – 2 квадратных метра. 5 марта 2015 года в городе Караганде по улице Молокова, 119, произошел пожар в складе торгового дома «Самал». Площадь пожара состояла 10 квадратных метров. На круглом столе собрались представители крупных торговых домов Караганды. На сегодня в городе 48 торговых объектов прошли проверку. Выявлено 230 нарушений по несоблюдению административного контроля. Особое внимание необходимо уделить комплектации объектов первичными средствами пожаротушения. Собравшиеся обсудили вопрос состояния автоматизированной сигнализации, работы громкоговорящего об обовещении в торговых залах. Сотрудники ДЧС объяснили, какие первые действия должен предпринять дежурный персонал в случае пожара. Участники круглого стола пришли к единому мнению, что общими усилиями количество пожаров сведется к нулю. Бульза Атсахова, Тулигин Рашидов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В здании партии Нур-Отан состоялась отчетная встреча представителей общественного совета МИРАЗ. МИРАЗ является консультационным органом при партии Нур-Отан, деятельность которого направлена на создание эффективного взаимодействия между государственными органами и гражданским обществом. Представители совета рассказали о проделанной за несколько лет работе и поделились своими планами на будущее. Деятельность объединения позволяет привлечь граждан и общественные организации к реализации государственной политики в области культуры. Совет рассматривает инициативы деятелей культуры и искусства общественных объединений, а также активизирует участие нур-Отановцев в информационно-разъяснительной работе по пропаганде культурного наследия страны и своевременной культуры Казахстана. И по многим аспектам, которые поднимал члены общественного объединения, и общественный МИРАЗ, она реализована. И, конечно же, есть проблемные вопросы, которые хотелось бы акцентировать в 2016 году. Поэтому сегодняшнее заседание как раз направлено на то, чтобы поставить конкретные задачи с тем, чтобы в следующий год добиться положительных результатов. Между тем, члены общественного совета МИРАЗ обсудили вопрос внедрения национального бренда в различных отраслях. Этому могли бы способствовать проекты экспедиции Уладала. Необходимо создавать фильмы об истории и культуре страны на различных языках мира. Взяться за выпуск единого сборника, цитат, великих казахских просветителей. Пропагандировать и развивать национальные игры. За 2015 год мы провели около 2000 различных мероприятий. Большой новостью для карагандица стало открытие Дома дружбы, где можно теперь проводить многие мероприятия. На будущее у нас много планов. Главное – воплотить их в жизнь во благо народа. Общественный совет МИРАЗ активно содействовал проведению значимых мероприятий, такие как 200-летие Татимбета, 550-летие Казахского ханства. Работа по духовно-нравственному воспитанию молодежи ведется повседневно и целенаправленно. Общественный совет МИРАЗ все свои сил направляет на укрепление единства и согласия, отметили участники заседания. Гульза Ацахова, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Карагандинский областной краеведческий музей представил вниманию горожан уникальные экспонаты. Выставка «Уиндерсы Уиркиндиген Кумерли Уирке» приурочена к праздничным дням – дню города, 80-летию Карагандинской области и 25-летию независимости республики. Выставка рассказывает всю историю становления и развития Караганды и области. Важными историческими экспонатами стали фотографии разных времен, на которых изображены герои Великой Отечественной войны и первые многоэтажные жилые дома. Большой интерес вызывает представленная молочная продукция, хлеб и конфеты местных товаропроизводителей со времен Советского Союза. Кроме выставки в краеведческом музее прошел круглый стол с участием общественности нашего города. Мы будем рассматривать вопросы касательно развития нашего региона, нашего города, как индустриального, как культурного, как промышленного центра нашей республики, начиная от создания и, конечно же, за 25 лет нашей независимости. Тема круглого стола – становление и развитие Караганды и Карагандинской области, прошлое и настоящее. В дискуссии приняли участие члены Союза ветеранов, партии Нуратан, ученые вузов, представители культурных объединений и областного архива. В этот юбилейный год 80-летия Карагандинской области, а также 25-летия независимости Республики Казахстан сегодня проходят замечательные мероприятия. Будут у нас присутствовать молодежь нашего города, которые будут знакомиться с историей родного края. И в нашем государственном архиве Карагандинской области как раз хранится весь этот клад истории, документы именно образования, становления нашей большой многонациональной Карагандинской области. В юбилейный год 25-летия независимости Республики Казахстан Карагандинская область отмечает свое 80-летие. В Караганде планируется провести много ярких мероприятий к знаменательным датам. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире. Аман, сау, болунистар.